Татьяна Кушенко, Слава Марк Фегин сказал, что Кавказ не интересует политика, поэтому они никогда не выступают с политическими требованиями, никогда не поддержат революционные выступления, вы согласны, что прикалуете? Конечно, их интересует прежде всего политика, а отъем у ингушей их земель это не политика? Что есть политика? Давайте о дефинициях поговорим. Полис это город государства в Греции. Слово политика произошло именно от слова полис, а от идеи участия в деятельности вот этого государства. То есть, государственная деятельность это политика или деятельность связанная с государственной, а как то территория, население, органы власти, общественные организации движения и так далее, финансы, экономика. Все это и есть политика, безусловно. Поэтому прекратите. Кавказ только политика интересует. Вот здесь есть кавказцы. Вы хотите свободы? Вы хотите, чтобы Кавказ был свободным? Вот напишите. Я сегодня, кстати, был в одном учреждении, где занимаются беженцами. Ну и обычно я в такие учреждения прихожу, это разные абсолютно учреждения, вижу большое количество из русскоязычных чеченцев. Ну и в этот раз было много чеченцев. Я поздоровался. Чеченцы, в отличие от русских, слушают Мальцева, знают, уважают и им большой, так сказать, респект. За это большое уважение мое в том числе. Потому что они умные. Вот это меня больше всего как-то обижает с точки зрения русских. То есть умные чеченцы, а русские думают, что чеченцы глупые. И абсолютно глупые русские. Это удивительная особенность. То есть чеченцы там такие, 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 такие. Там совсем глупые. А на поверху-то совсем другое выходит. Разговариваешь с умнейшими людьми. Русские, в конце концов, нужно понять. Жизнь – это не то, что вы думаете. Это абсолютно другое. Как помните, Тирпиццу сказал Гинденбург, что Тирпицца, что дела обстоят не так, как вы думаете, а совсем по-другому. Потому что тупой был. Можно сказать, это тоже русским. От всей души я могу это сказать. Вот я сегодня пришел в это ведомство. И что меня удивило? Я увидел русских больше, чем чеченцев. Намного больше. Причем многие были шикарно одеты. Мужчина там сидел и спрашивал, когда его вызовут в Офру. Офра – это организация, которая беженцами занимается. У него были ботинки, которые продаются на круазет за 3,5 тысячи евро. Беженец такой, блядь. Спрашивал. По-русски спрашивал. Я хохотал просто сидел, тряпку хохотал, потому что там люди… Слово по-русски. А он с ним только по-русски чешет им что-то, рассказывает. А кроме меня и чеченцев… Ну, еще там были русские. Никто не понимает. Но все ржали. Ну, вот я к чему хочу сказать. Я увидел очень много русских. И понял, что в конце концов услышали призыв Гагарина. Поехали. Смотрите. То есть, народ побежал. Причем я понимаю, что это барыга, вор и жулик. Ну, а у кого еще туфли за 3,5 тысячи евро могут быть? Да. Но он тоже поехал. Он тоже побежал. И тоже называет себя политическим беженцем. И когда в России все упадет, он приедет и скажет, блядь, я революционер. Я убежал от кровавого путинского режима и так далее. Так что очень много. Я вот визуально увидел, очень много людей побежали. Субтитры сделал DimaTorzok